Приветствую вас. Если говорить в общем, то есть вот если давать характеристику вашей ситуации в целом, то я бы сказал, что у вас есть проблемы с ответственностью, то есть вы не хотите брать на себя ответственность за свою жизнь, за своих детей. Вы не хотите и не готовы, судя по всему это дело. Потому что то, в какую вы себя ситуацию поместили, да, показывает, что вы не оставляете в себе никаких, ну например, возможностей, скажем, обхода, возможностей, скажем, переиграть ситуацию и так далее. И вообще говоря, это первый момент, который мне кажется нужно рассмотреть в момент ответственности. Как вы к ней относитесь сами? Как вы ее воспринимаете сами? Боитесь ли вы ее ответственности, я имею ввиду? Значит, если да, если боитесь, то соответственно, соответственно, почему, если да, то почему вы ее боитесь? Чем она для вас страшна? Страшна. Вот. Понимаете? То есть, вот эти моменты, они очень важны. Для понимания, опять же, того, что вам делать дальше. Для понимания того, как вам себя вести. Для понимания того, что дальше делать вам. Понимаете? Вот. Ибо кто-то, кто-то, выработал у вас такую позицию к ответственности. Ну и, скорее всего, это родители. Скорее всего, это родители выработали у вас такую позицию. Вот. И, скорее всего, то, что происходит сейчас, это следствие. Вследствие того, что происходило в вашей семье. Семье. Родительской. Вот. Это такой аспект. Второй аспект заключается в том, что вы называете своего мужа, мужем, хотя он уже не ваш муж. То есть, вы говорите, у меня муж спивается, дети ему не нужны, семья тоже. Когда вы говорите, что у меня спивается муж, это говорит о наличии у вас эмоциональной привязки. К нему. К мужу, я имею ввиду. То есть, да. Вы с мужем развелись. Да. Да. Но вы развелись с мужем. Разведясь с мужем, вы не стали от него дальше. Вы не получили от него, от мужа. Я бы сказал, свободу. То есть, вот как раньше вы от него были зависимы, так сейчас вы от него продолжаете быть. Зависимы. Понимаете? В чем дело. Ибо, в обратном случае, если бы вы, ну, если бы вы были от него свободны, по-настоящему. А в обратном случае, я думаю, вы бы просто уже давным-давно привели бы в дом, значит, значит, к себе мужчину, да? То есть, ну, по факту, да? То есть, по факту вы бы просто уже давным-давно связали бы свою жизнь с другим мужчиной. Вот. И он бы, это другой мужчина, прищел бы к вам и, собственно, все проблемы бы сразу решились. Вот. Но вы этого не сделали. Вы этого не сделали. То есть, вы ходите по больницам, вы пытаетесь что-то сделать с мужем эмоционально, по крайней мере. Вот. При этом, у меня есть ощущение, у меня есть чувство, что вся эта борьба, она, в общем-то, направлена только лишь во внутрь. То есть, это борьба вас самой собой. То есть, аспект, важный аспект здесь, это именно привязка эмоциональная к мужу. То есть, продолжающаяся привязка эмоциональная к вашему мужу, бывшему мужу. То есть, вы его сами, как бывшего мужа, не воспринимаете. Вы его сами, как что-то прошлое, да, не видите. Ну и, естественно, а о чем может тогда идти речь? То есть, о какой свободе может идти речь в этом случае? Если вы до сих пор привязаны к своему мужу. Да? Понимаете? О чем идет речь? То есть, это вот такой момент. Важный момент. Дальше. Дальше. Следующий аспект, который я хотел бы раскрыть. Касается, значит, так, сейчас. Так, вот вы говорите, я не могу идти 10 маленькими. У нас 3 доли, его в том числе продавать он не хочет. Но не в этом суд. А вот этот аспект, который касается, значит, болезнь. Можно утверждать, можно утверждать, что мужчина имеет полное право, к сожалению, к сожалению, да, давайте так скажем. Скажем. Мужчина имеет полное право не продавать, значит, долю, свою долю. Ну, вот, собственно, дома, да, долю дома, он имеет право не продавать. Почему? Почему так? Потому что это дом его, и, в общем-то, как бы ему это нравится, ну, то есть, вот, то, что происходит, то, что с вами ему нравится. И продавать он это не собирается, продавать дом, он продавать свою долю, он не собирается, но, 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 по праву, вы имеете возможность, значит, все равно, значит, так, как-то сделать так, чтобы ваша доля оказалась, ну, чтобы доля была приобретена, вы имеете право продать свою долю кому угодно. Это ваша доля. И здесь мне непонятно. Вы говорите, значит, у нас три доли продавать он не хочет, а почему он должен продавать свою долю? Вот он почему должен это делать? Если хотите, грубо говоря, уйти вы, то долю нужно продавать вам, а не ему. Вот. И здесь мы сталкиваемся со следующим важным моментом. Следующий важный момент заключается в том, что вы, очевидно, не приемлете какие-то варианты. То есть, какие-то варианты для вас неприемлемы. Ну, вот, если говорить о, ну, если говорить именно о ситуации такой, которая происходит, которая имеет место быть у вас. И здесь, наверняка, это, опять же, вопрос, чего вы хотите. То есть, вы считаете, вы хотите освободиться из этой ситуации, которая с вами случилось случилось. Или вы все-таки предпочитаете, значит, удерживаться вот в этом состоянии негативном. Для вас негативном состоянии и для детей в негативном состоянии. Я хочу, чтобы вы постарались для себя это определить, понять. Потому что это важно. Это важно именно для вас, в первую очередь. То есть, вы либо выбираете для себя любой ценой уйти от своего бывшего мужа. Либо вы не хотите от него уходить, значит, ну, допустим, не хотите от него уходить. Подсознательно стремясь к тому, чтобы быть с ним и страдать. Дальше, значит, он пьет, приходит за ножами, пьяный орет, дебоширит детей и пугает на меня, налетает тиран в общем. Здесь момент такой, что мужчина по факту совершает преступление. Ну, грубо говоря, административное правонарушение. Вот, его дебоширство, как вы говорите. И в этом случае вы имеете, опять же, полное право обратиться в полицию. Что мужчина нарушает, как бы, нормы и вообще, как бы, представляет опасность для вас и для детей. Можно это сделать? Можно. Вопрос в том заключается на самом деле, почему вы этого не делаете? То есть, почему не защищаете свои права? Понимаете? Вот это очень важно. То есть, что мешает вам? Что мешает вам? защищать, ну, себя. И, по сути, защищать своих детей, которые от вас заметят. Вот. Непонятно. То есть, либо вы действительно не знаете своих прав по, например, закону. И тогда вам действительно требуется юридическая консультация. Либо вы просто не решаетесь по какой-то причине. Вы не решаетесь использовать весь спектр своих прав. Но, опять же, у этого, в данном случае, должны быть свои причины. Если вы не решаетесь использовать свои права. Опять же, нужно четко понимать, что за этим следует. Дальше. Значит. Угрожняет, если я не вовремя от работы пришла, я его ненавижу. Пишите вы. Я его ненавижу. Вот. Согласитесь со мной. Согласитесь со мной. Что несколько странно выглядит. А то, что вы его ненавидите. То есть, эээ. Почему вы ненавидите этого человека? По-своему, он, этот человек, по-своему, несчастен. По-своему, у него свои проблемы. Понимаете? То есть, вы возлагаете на него ответственность за то, что происходит с вами. Не является правильным. Потому что, мужчина, за вас, именно за вас, ответственность несет, ну, постольку, поскольку. То есть, да, он, может быть, может быть, он ее и несет. Или нес. Ну, раньше нес. Но, типа, после того, как вы развелись, он ответственности уже не несет. Так как раньше, по крайней мере. И вы не несете ответственности за него тоже. А складывается ощущение, что вы до сих пор, эээ, от него, как будто бы, вот, как будто бы, чего-то ждете. Понимаете? А вот. А это, к сожалению, не, это деструктивный путь. Это путь в никуда. Понимаете? Это путь в никуда. Понимаете? И если вы для себя эти вещи постараетесь понять, то у вас появится шанс. И этот шанс будет достаточно большой выйти из этого состояния с мужчиной. то есть, эээ, выйти из него совсем. То есть, эээ, перестать зависеть от него. Вот. Но для этого, для этого, чтобы это, чтобы это сработало, вам нужно, эээ, обязательно, вот, вот, все эти аспекты, эээ, которые я озвучил, вам нужно их все разобрать. А, сама по себе ситуация не поменяется. Потому что, мужчине не выгодно менять ситуацию. Опять же, вам об этом уже рассказали, да, мои коллеги, что, эээ, как бы, он не будет что-либо менять в своей жизни. Дальше, значит, так, эээ, на этом заработала себе жуткую депрессию, хотела с собой покончить. А, как же дети, на кого вы, эээ, детей спланировали оставить? Эээ, или, 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 эээ, вас это не волновало? Эээ, если у вас депрессия, то, если у вас, эээ, диагноз, ну, соответствует, ээээ, тем, что вы говорите. То есть, эээ, если, эээ, если вы считаете, что у вас, эээ, депрессия, то, соответственно, эээ, нужен, нужен, нужен диагноз. Тогда, вот. Эээ, и я, если честно, не очень, эээ, понял, есть ли у вас диагноз, депрессия. Если есть, эээ, то, как вы его, эээ, лечите, ну, то есть, лечите ли вы, эээ, депрессию? Эээ, назначено ли вам лечение, соответствующее, эээ, или, или нет, понимаете? Потому что, эээ, ну, депрессия, это очень серьезное заболевание, эээ, психологическое, психическое заболевание. И его нужно, его нельзя, нельзя оставлять, просто так. Если оно у вас есть, его нужно лечить. Если у вас есть, эээ, склонность к тому, чтобы, значит, ну, к тому, чтобы, эээ, себя убить, суицидальной наклонностью, это тоже нужно разбирать. Что-то я имею ввиду, откуда, как и почему. Эээ, что послужило, для этого, эээ, причиной, для того, вот, эээ, что, ну, что вы, эээ, стали чувствовать, чувствовать себя, недостойной жизни. Вот. То есть, тут нужно всё прямо анализировать, эээ, от начала и до конца. То есть, как вы к этому пришли, эээ, вот, к тому, что, ну, чтобы, эээ, убить, убить себя, эээ, как пришли, эээ, что чувствовали, ээээ, в этот момент. Эээ, от чего бежали, ведь вы, вы, эээ, вы же бежите от чего-то, я думаю, я думаю, эээ, через самоубийство, через желание самоубийства. Вот. И я полагаю, что это, опять же, один из, эээ, ваших, эээээ, скажем так, сценариев, эээээ, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Это всё сделано для того, чтобы получить разрешение, как бы, себя убить. Вот. И здесь нужно только разбираться с тем, откуда это решение у вас появилось. Благодаря чему оно появилось. О чем вы думаете, когда стремитесь к нему, ну, к этому решению. Вот. И если вы постараетесь это увидеть, если вы с этим разберётесь, если вы поймёте, откуда берёт своё начало ваше поведение такого типа, какое оно сейчас, то можно будет его подкорректировать и начать уже жить более позитивно и, собственно, дарить радость вашим детям. Потому что дети сейчас, они впитывают ваше состояние и ваше настроение. Вот. Значит, так. Он вас, муще, доводит вас не специально. Я понимаю, это мне лучше само уйти, но он сказал, что покоя не оставит, везде найдёт. Вот. Понимаете? Вот это, это, ну, это абсолютно пустые угрозы. Опять же, вы почему-то поверили. И вот в тот момент, когда вы ему верите, нужно постараться увидеть, почему вы верите ему. Вот просто спросите у себя, почему я верю своему бывшему мужу. Почему я не могу себя обезопасить. А может быть я не хочу себя обезопасить. Может быть я хочу продолжать, ну вот, страдать. Может быть я хочу продолжать испытывать такой негатив. И так далее, и так далее. Подумайте об этом. Подумайте. Потому что даже если муж, бывший, действительно захочет предварить в жизнь то, что он обещает, вы можете себя очень легко защитить. Хотя бы на личном мужчине. Рядом с собой. Понимаете? На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Я буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Поехали! 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 Оставь!